В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О российско-итальянском проекте, посвященном эстетической медицине, в нашем городе узнали благодаря Центру Артмедика. Началось все в 2011-м с Конгресса в Челябинске. Потом был ответный визит наших специалистов, переговоры, обмен опытом обсуждения. В результате сотрудничества удалось организовать не только медицинские туры в Милан, но и приглашать к нам, итальянских хирургов. Кстати, в Италии врачей эстетического направления не делят на косметологов и хирургов. Как правило, это один специалист, который подбирает необходимую методику улучшения внешности. Доктор Гайя, сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций, проведенных в том числе и челябинским пациентом. Я пластической хирургией занимаюсь с 2001 года. 18 лет работы позволяет иметь те движения, которые оттачиваются каждый день, каждый день. Это я входит уже в привычку. Чтобы до этого дойти, ну, надо время. Это добивается только этим. Постоянно, постоянно тренировка рук и головы. Я никогда не мечтал в детстве или в юношестве быть врачом. И попал я в медицинскую числу случайно. Мечта у меня была бы быть летчиком гражданской авиации. Но я не поступил в полетное училище. И чтобы не терять год, я поступил в медицинскую. Ну, и потом понял, что это мне нравится. Все. Вот так я стал врачом. Мы должны постоянно работать, заниматься своим обучением постуниверситетским. И есть регламент. Нам необходимо зарабатывать наших, сейчас у нас 150 пунктов в 3 года. Ну, в зависимости от мероприятия, она может получить ту ренуэкредитацию, там, 5 пунктов, 8, 10. Может быть, мастер-класс, или может быть, конгресс, или может быть, обучение. И за это дают пункты, которые необходимо набирать. И это контролируется. Клиника, она может потребовать от врача сертификат, которому скажут, сколько пунктов. Если там не хватает, у вас могут быть проблемы по вашей профессиональной деятельности. Они могут не принять в клинику, сказать, у вас не хватает пунктов, мы вам не дадим операционную, потому что у вас не все в порядке. Пациенты, когда приходят к доктору, я заметил это больше в России, да, они приходят к доктору, это что вы мне посоветуете? Пациенты в Италии, они немножко по-другому. Доктор, мне не нравится вот это, мы можем улучшить это или нет? То есть они приходят с проблемой к нам. Тут приходят за советом. Мужчины приходят, да, приходят. Приходят намного чаще, чем вы думаете. Основная операция у мужчин это блефропластика. Потому что тяжелый, уставший взгляд, это не только проблема женская, да и прямо мужская. Сейчас есть тренд, когда возвращается к своим началам. Многие стараются вернуться обратно, причем в Европе, оттуда. И реоперируются, чтобы вернуться к первоначальным формам. А не всегда это возможно. Поэтому врач должен объяснить, что есть моменты, когда делаешь шаг вперед, а обратно уже вернуться нельзя. Мы стараемся иметь более широкий взгляд на все это и не строить штампы, а именно находить ту индивидуальность и работать с этой индивидуальностью. И ее не изменять, а только почихнуть. По статистике, то, конечно, впереди всего это использование бутылотоксина. Второе, значит, ревитализация. Есть различные техники, есть различные методики, различные препараты. Ну и третье, это восстановление объемов, контуров, это различные филеры. Есть сейчас еще и нитевые технологии. То есть, все, что себя зарекомендовало уже в истории, дало хорошие результаты, оно остается на первых позициях. Часто бывают пациенты, которые хотят исправить какую-то свою проблему за счет плачевской хирургии. А на самом деле проблема совсем в другом месте. Могут быть семейные проблемы, профессиональные проблемы, чувство дискомфорта в социальной среде. Это может быть все, что угодно. И решить за счет плачевской хирургии иногда эти проблемы невозможны. Вы вроде сделали то, что пациент вас потребовал, а та проблема осталась, и он не остался. Иногда пациенты приходят, чтобы улучшить себя с литической точки зрения, чтобы чувствовать себя более комфортно в той или иной среде. А может, человеку достаточно поменять среду, и все будет нормально. Интеллектуальные игры нынче в тренде. Именно поэтому в последнее время проходит большое количество событий в формате клуба эрудитов или знатоков. Очередную встречу подобного формата посетила наша съемочная группа. Перезагрузка – это не только драматические истории женщин, которым стилисты меняют внешность, но и новый интеллектуальный проект журнала «План-Б», который на своих глянцевых страницах публикует истории успешных людей нашего города. Для меня «Глянец» – это важная площадка для обсуждения и для людей интеллектуально достаточно развитых. Бизнесмены зачастую – это умные люди. Им, конечно, нравится листать журналы, где красивые женщины и автомобили, но все-таки читают они журналы, которые с умным насечением. И проводить мероприятие сегодня особенно хотелось бы с какой-то умной подоплекой, но она будет не только умной, еще и достаточно веселой. Поскольку мы деловое издание и издание бизнеса, а бизнес – это вещь, которая самая переменчивая, вот насколько это возможно у бизнесменов, каждый день происходит в жизни что-то новое, что-то неожиданное. Поэтому и мы тоже будем оставаться в этом же ключе, и мероприятий будет много, и они будут все разные. Очень интересны новые форматы мероприятия для нашего города. Побывав на подобных других городах, решили, что в Челябинске этому формату жить, быть и нужно пробовать. Бизнес сегодня весьма непредсказуем. Никогда не знаешь, какой специалист тебе может понадобиться – риэлтор, финансовый консультант, художник или стилист. Именно поэтому такого рода встречи приятны и полезны. Во-первых, я был на обложке журнала в 2014 году, в июле. Ну, это мои друзья, и я пришел провести время. Текст – это текст, наполнение, а живое общение, за скобками, это здорово, мне кажется. В прошлом году у меня был новый жизненный опыт. Вообще я экономист, юрист, такой серьезный офисный работник в прошлом. А в прошлом году так получилось, что я написала два интервью, взяла два интервью для журнала «Плана Б», и поэтому вот это для меня новый опыт, новые эмоции, новые впечатления, скажем так. Участники распределились по командам в произвольном порядке. Задним столиком оказались специалисты самых разных сфер бизнеса. Для участия в игре, помимо профессиональных знаний, пригодились и изворотливость, и чувство юмора, и креативный подход, качество которой весьма ценится в наше время. И несмотря на то, что здесь собрались люди разных профессий, всех их объединяет стремление к лучшему, саморазвитие и обмен полезными связями. Администрация города Челябинска и имидж-клуб «Светлана» представляют фестиваль «Платье города» в новом формате. «Мода с оркестром». Впервые в истории показы коллекций будут проходить под музыку оркестра «Классика» под руководством Адика Абдурахманова. 22 марта. Изумрудный зал отеля «Малахит». Билеты в кассах города. Подробности на сайте светлана74.ру Мода как увлечение, источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном. Об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, мне очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любима? Неужели она ей не подошла? Проект команды «Бьюти Тайм». Мода как бизнес. Смотрите на 31 канале. Вы смотрите «Бьюти Тайм» далее в выпуске. Несколько идей для обновления сезонного гардероба. Когда-то ткани с рисунками разделяли на растительные, животные, графические, сюжетные и комбинированные. В современной моде экспериментов на эту тему столько, что дизайнеры не успевают давать им определения. Оптические эффекты создаются за счет последовательного повторения изображаемого объекта. Таким образом, этот принт одновременно является и сюжетным, и графическим. Отдельные элементы при определенном повторении могут складываться в абстракции. Таким образом, блуза или платье по-разному воспринимается издалека и при ближайшем рассмотрении. Традиционная полоска требует контрастного соседства. Три и более цветов в комплекте – это признак сегодняшней моды. Классические восточные орнаменты не выглядят слишком поэтнически, если представлены с однотонными предметами. Строгие и с юмором, простые и сложные, принтов существует столько, сколько характеров и эмоций. Ну, словом, все как в жизни. Нейл-дизайн – художественное оформление ногтей, сфера, которая граничит с искусством. Идеи, материалы, авторские рисунки мастеров манитюра – в продолжении выпуска. Красные ногти и классический френч – варианты маникюра, которые вряд ли когда-нибудь выйдут из моды. Но если очевидные нейл-решения уже не вызывают нужных эмоций, можно найти более интересные варианты дизайна. Маникюр с изюминкой – беспроигрышная лотерея, которую нейл-мастера эксплуатируют вовсю и совершенно по-разному. В помощь им идут различные материалы и техники выполнения. На виды дизайнов есть разные, различные посыпки, втирки и ручная роспись. К тому же у нас очень много мастеров, которые обладают ручной росписью, которая не заменит никакие наклейки. Есть гель-лаки, которые называются «Кошачий глаз». Это сейчас очень модно. Гель-лак «Кошачий глаз», но дизайн будет выглядеть по-разному, потому что используются разные магниты. Однотонный маникюр уже давно перестал ассоциироваться с просто покрытием одним оттенком. Мастера вовсю добавляют различные фактуры, например, велюр, бисер или песок. Мы можем создать глянец на ногтях, покрытие просто топом. Также мы можем покрыть матовым топом, и ноготочки становятся матовые, не блестящие. Мы используем различные виды посыпок, которые дают фактуру, ленты, при помощи которых можно создать графику на ногтях. Есть огромное количество слайдеров, которые позволяют создать на ноготочках и объем, геометрические фигуры, полосочки, луночки, френчи. Все это мы умеем делать и используем в своей работе. Стилисты советуют рассматривать тенденции маникюра в контексте с макияжем, ведь образ должен быть целостным и гармоничным. Перед нами жизнь музыканта, который, ну, так сложилось, он существует одновременно в двух реальностях. Он человек и демон. Эксонажи настолько живые, реальные и узнаваемые, ну, совершенно вот весны такие, телесные. Роман, который насыщен музыкой от и до, помимо Чайковского, Шостаковича, даже хотя бы Малера. Вот там есть совершенно какие-то малоизвестные имена каких-то экспериментальных композиторов. Орлов пишет чуть-чуть вычурно, чуть-чуть манерно, может быть, даже, а при этом читать его сплошное удовольствие. Летис Данилов – это в какой-то степени, ну, можно сказать, папа, да, даже не дедушка, папа, современного городского фэнтези. Я Илья Зосимов, я читаю роман Владимира Орлова «Алькис Данилов». Вообще не по тексту. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина 65. Если нужно, поможем с парковкой. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Это «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «ноу-коммент» в завершении выпуска. «Бьюти Тайм» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok